Доброе утро, Бокертов! Сегодня мы поговорим о прошедшем времени глаголов фифиль, у которых вторая буква корня алиф или айн. Этот материал предназначен для изучающих иврит на среднем уровне. Ничего сложного не будет, просто нам нужно эти глаголы проговорить, чтобы понять, как влияет айн или алиф на звучание глагола. Спонсор этого видео Дмитрий А. Большое спасибо Дмитрию за поддержку нашего проекта изучения иврита в интернете. Итак, я беру первый глагол, мафиль, мафиль в настоящем времени, это задействует, как бы запускает что-то в действие. Например, включает стиральную машину, мафиль это мехуната квиса, запускает, пускает в действие. Мафиль это в настоящем времени, чтобы получить прошедшее время, я просто меняю приставку ма на приставку прошедшего времени, гей, и читаю иф-иль. Иф-иль это будет он запустил. Мы сначала работаем в рамках моей методики в третьем лице сначала. Он, она, они. Итак, у иф-иль это он запустил, она запустила иф-и-ля, и они запустили иф-илу. Я прибавляю стандартные окончания, при этом ударение в глаголах иф-и-ль в прошедшем времени не падает на окончания. Иф-и-ль это он, иф-и-ля, она, и иф-и-лу это они. И мы обращаем внимание не иф-и-лу, а иф-и-лу, как будто бы, если я запишу транскрипцию после ф, я поставлю твердый знак. Иф-и-ль, иф-и-ла, иф-и-лу. Я беру следующий глагол, мах-и-с, и мах-и-с это вызывает раздражение или вызывает злость, примерно так. Мах-и-с, раздражает, в настоящем времени это мах-и-с, чтобы сказать он раздражал, вызывал раздражение, или злил, давайте переведем. Я меняю приставку ма настоящего времени на приставку ги, и у меня получается их-и-с. Гу-их-и-с, и мы обращаем внимание, я произношу их-и-с, как будто бы, если мы напишем транскрипцию, после х я поставлю твердый знак, их-и-с, разозлил, она разозлила, их-и-са, их-и-са, ударение не падает на окончание, их-и-са, и они разозлили, их-и-су, м-их-и-су. Теперь, это у нас были глаголы, у которых буква айн, вторая буква корня, Сейчас я беру глаголы, у которого вторая буква корня, алиф. Маш-и-р оставляет, маш-и-р. И я меняю, чтобы получить прошедшее время, в настоящем времени маш-и-р, в прошедшем времени я меняю приставку настоящего времени на приставку прошедшего времени, и превращаю форму мужского рода единственного числа в форму прошедшего времени единственного числа. Он. Иш-Ир. Это он оставил. Иш-Ир. Слышим, как мы произносим? Иш-Ир. Как будто бы после Ш я поставил твердый знак. Не Иш-Ир, а Иш-Ир. Такая пауза небольшая. Иш-Ир. И она оставила Иш-Ира. Они оставили Иш-Иру. Я стандартное окончание прибавляю. Я беру следующее слово МАД-ИГ. И МАД-ИГ это вызывает беспокойство. Беспокоит в настоящем времени. Теперь, чтобы сказать в прошедшем времени. Он вызвал беспокойство. Заставил беспокоиться. Я меняю приставку МА на приставку ГЕЙ-И. У меня получается ИД-ИГ. ГУ-ИД-ИГ. Он вызвал беспокойство. Он заставил кого-то беспокоиться. Или переживать. ИД-ИГ. И она заставила беспокоиться. ИД-ИГА. Удрение не падает на окончание. Они заставили беспокоиться. Заставили переживать. ИД-ИГУ. Теперь хочу обратить ваше внимание, что по звучанию глагола в современном языке мы не понимаем, какую букву писать. ИД-ИГ. Например, здесь АЛЕФ или АЙН. Если мы не понимаем, какая буква в корне, не знаем, то вычислить по звучанию глагола невозможно. Но мы понимаем, что там либо АЛЕФ, либо АЙН. ИД-ИГ. Понимая. Слышим вот эту паузу ИД-ИГ. Или в другом глаголе ИХ-ИС. Мы понимаем, что там какая-то буква АЛЕФ или АЙН есть. И теперь мы будем преобразовывать глаголы третьего лица. То есть, ОН мы преобразуем в глаголы первого и второго лица. То есть, Я, Ты, Мы, Вы. Я беру опять глагол ИФИЛЬ. ИФИЛЬ это он задействовал, запустил. Чтобы сказать, Я запустил или Я запустила. В первом и во втором лице прежде всего мы убираем ЮД. Когда Я, Ты, Мы, Вы, убираем ЮД. И у нас появляется звук А перед окончанием. ИФ-АЛЬ. И теперь я прибавляю нужное окончание. То есть, если это Я запустил, Я запустила. Я скажу ИФ-АЛЬ-ТИ. ИФ-АЛЬ-ТИ. Я запустил, Я запустила. Ты запустил, ИФ-АЛЬ-ТА. Ты запустила, ИФ-АЛЬ-Т. Стандартное окончание. Я напоминаю, что ИФ-АЛЬ-ТА и ИФ-АЛЬ-Т пишутся одинаково. Буква ТАВ, то есть, в зависимости от контекста здесь, окончание будет считаться как ТА. Если АТА при обращении к мужчине, ИФ-АЛЬ-ТА. Или АТ. ИФ-АЛЬ-Т. Ты запустил или ты запустила. Мы запустили, ИФ-АЛЬ-НУ. Мы запустили, Вы запустили, ИФ-АЛЬ-ТЕМ. Ударение не падает на окончание. ИФ-АЛЬ-ТЕМ. И паузу слышим, ИФ-АЛЬ-ТЕМ. Как будто бы твердый знак у нас после Ф здесь. ИФ-АЛЬ-ТЕМ. Если я хочу подчеркнуть, что я обращаюсь только к женщинам, к девочкам, Вы запустили. Я скажу ИФ-АЛЬ-ТЕМ. Я беру глагол ИХ-ИС, разозлил. Чтобы сказать Я разозлил кого-то, я уберу ЮТ. В первом, во втором лице Я, Ты, Мы, Вы у нас нет буквы ЮТ. И мы слышим А перед окончанием. ИХ-АС. Основа будет звучать. ИХ-АС. И теперь я прибавляю стандартное окончание. ИХ-АС-ТИ. Я разозлил или Я разозлила. ИХ-АС-ТА. Ты разозлил. ИХ-АСТ. Ты разозлила. ИХ-АС. ИХ-АС-НУ. Это Мы разозлили. ИХ-АСТ-ЭМ. Вы разозлили. Если мы подчеркиваем, что обращаемся только к девочкам, к женщинам при необходимости, мы скажем ИХ-АСТ-ЭН. Но это по необходимости, да? Мы не обязаны каждый раз задумываться. Если мы скажем ИХ-АСТ-ЭМ при обращении только к женщинам, тоже нам простят. Имеем в виду. Не зацикливаемся. Я беру следующее слово. ИШ-ИР. И это ОСТАВИЛ. ИШ-ИР. Чтобы сказать Я ОСТАВИЛ или Я ОСТАВИЛА, я убираю ЮТ. У меня основа ИШ-АР. Важно здесь ИШ-АР. И теперь я прибавляю нужное окончание. Я ОСТАВИЛ или Я ОСТАВИЛА. ИШ-АР-ТИ. Ты ОСТАВИЛ. ИШ-АР-ТА. Ты ОСТАВИЛА. ИШ-АР-Т. ИШ-АР-ТА и ИШ-АРТ пишутся одинаково. Мы ОСТАВИЛИ ИШ-АР-НУ. Вы ОСТАВИЛИ ИШ-АР-ТЭМ. И, если я подчеркиваю, что обращаюсь только к женщинам, ИШ-АР-ТЭН. Следующее слово ИД-ИГ. Заставил беспокоиться. Чтобы сказать Я заставил переживать, заставил беспокоиться, Я убираю ЮТ. Получается ИД-АГ основа. И к этой основе я прибавляю нужное окончание. Я заставил беспокоиться. Я вызвал беспокойство. ИД-АГ-ТИ. Ты вызвал беспокойство. Заставил беспокоиться. ИД-АГ-ТА. Ты заставил обеспокоиться. ИД-АГ-Т. Обеспокоила. Мы обеспокоили. ИД-АГ-НУ. Вы обеспокоили. ИД-АГ-ТЭМ. Или если мы хотим подчеркнуть, что обращаемся только к женщинам по необходимости, тогда ид-аг-тен, ид-аг-тен. Удрения не падают на окончание в этом типе глаголов. Я очень надеюсь, что это было понятно. Если вдруг вы почувствовали, что вам не все понятно, не хватает теории, в описании к этому видео вы найдете рекомендуемые ссылки. Спасибо за внимание. С вами был Марк Литраут. До свидания. Продолжение следует...